Привет всем! На старте марафон наш теледневник спортивной жизни Воронежа. Сегодня в выпуске. Смотрите. Новые наглецы из Воронежа. Наши гандболисты заработали первые баллы в Суперлиге. Сначала они сыграли в ничью в Краснодаре, а затем в Ставрополе, хотя оба матча могли завершиться в пользу гостей. Неудобный соперник «Факел» в третий раз за сезон уступил Тольяттинскому окрону огнеопасные. Снова не забили и практически лишили себя шансов на кубковую весну. Третий год подряд. Быстрее и выше в Воронеже установили новый молодежный рекорд России в лазании на скорости, а на первенстве страны в двоеборье не было равных спортсменам из Санкт-Петербурга. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа. Но начнем сегодня с хоккея. Буран уже после четвертого матча нового сезона отправил в отставку главного тренера Алексея Медведева. Кулуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Напомним, Медведев был представлен главным тренером Бурана в конце марта под его руководством. Ураганным летом отлично провели товарищеские матчи, потерпев лишь одно поражение. К тому же воронежцы победили на турнире в Тамбове. В первой игре сезона наша команда на домашнем льду взяла верх над Ростовом. Потом в серии булитов уступила Тамбову и АКМ, а в понедельник с крупным счетом проиграла «Химику». Дальше Буран в бой поведет Филипп Метлюк, известный в нашем регионе, работая в Нововоронежском протоне. Он для справки дважды бронзовый призер чемпионата России, вице-чемпион страны, обладатель Кубка Гагарина и чемпион Беларуси. Дебют Метлюка в качестве наставника Бурана, правда еще с приставкой «ИО» состоялся в среду. Об этой встрече и, конечно же, о последнем поединке ураганных под руководством Медведева. Репортаж Ольги Шповаловой. Перед матчем «Воронежского Бурана» с «Воскресенским химиком» у обеих команд было по 4 балла в копилке. При этом гости провели на одну игру больше хозяев, одержав две победы и потерпев два поражения. А вот воронежцы в трех играх только раз добились успеха. Зато в каждом матче пополнили свою копилку, дважды уступив в серии булитов. В матче с «Воскресенцами» за «Буран» дебютировал Евгений Шакуров, воспитанник уфимского хоккея, ранее выступавший за ТХК, за Уралье, Тарос, АКМ, Рязань ВДВ и Тамбов. В свою очередь Андрей Алексеев и Кирилл Попов остались вне заявки, присоединившись в клубном лазарете Кириллу Маслову, Егору Брызгалову и Валерию Полякову. В стартовый третий матч с «Химиком» зрители, собравшиеся на трибунах Дворца спорта «Юбилейный», заброшенных шайб не увидели. Команды заработали по четыре минуты штрафа, но преимуществом лишнего игрока не воспользовались ни гости, ни хозяева. По броскам в створ при этом впереди были подмосковные хоккеисты. 11-5. «Буран» готовился, играли очень здорово, достаточно осторожно, не давали нам острых моментов создавать, поэтому игра была очень равная и такая вязка. Во втором периоде на ледовой площадке столицы Черноземья начался быстрый обоюдоострый хоккей, так что заброшенная шайба не заставила себя ждать. На 24-й минуте встречи воронежцы воспользовались большинством, и Вадим Фатахов огорчил свою бывшую команду. «Буран» продолжал атаковать ворота гостей и спустя 6 минут имел все шансы удвоить свое преимущество. Но вышедший один на один с вратарем гостей Константин Пархоменко не смог поразить цель. По классике жанра хоккеисты, не реализовав свой стопроцентный момент, тут же пропустили сами. Сравнял счет бывший игрок воронежского «Бурана» Прохор Корбит. Мы повели, и было два выхода в 1-0. Забивая второй пол, неизвестно, как матч бы сложился. Гости начали перехватывать инициативу, и спустя 5 минут после первого гола оказались впереди стараниями Дмитрия Соловьева. Воронежцы в тот момент оборонялись в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Тювилина. Команда соперников тоже играет на льду. Матч стоит из... Играют две команды, да. Мы, говорю, создали атаки, да, не забили. Они перешли в контратаку, да, и сделали наложение на нас. У нас ребята не успели смениться. Отсюда долгая смена. И гол-то мы, в принципе, пропустили не из-за того, что они нас, да, заперли в зоне. Мы пропустили первый гол на контратаке. Там немножко шайба подскочила, да, второй гол в меньшинстве мы пропустили. А в целом второй период отобронялись вроде, да, терпеливо. Бывает такая-то игра. Много удаляемся в том числе. Плохо, ну, большинство у нас уже сколько лет хромает. Я думаю, наверное, только минут 10-20 у нас получилось, а все остальное мы провалили игру. После второй пропущенной шайбы игра у Бурана расклеилась. А у гостей, наоборот, все пошло как по маслу. В третьем периоде зрители увидели еще пять заброшенных шайб, из которых лишь одна оказалась на счету хозяев. Сначала дважды отличились воскресенцы. Третью шайбу за спину Никите Лосенкову отправил Павел Ткаченко, умело воспользовавшись очередным меньшинством Бурана после удаления Александра Шипилова. А четвертую шайбу спустя еще полторы минуты записал на свой счет Даниэль Усманов. Впрочем, несмотря на такой нерадующий результат, трибуны всеми силами поддерживали ураганных. В том числе, благодаря такому настрою зрителей, на 52-й минуте хозяева смогли отыграть одну шайбу после точного броска Святослава Дорохова. Сделали хорошее давление. Ребята поборолись, разыграли. И Ремов отдал мне отличную передачу, и мне нужно было лишь попасть. Спасибо партнерам. На этом голевые моменты воронежцев закончились, а вот гости смогли отличиться еще дважды. На 54-й минуте дубль оформил Даниэль Усманов. После этого тренерский штаб воронежцев заменил в рамке Никиту Лысенкова на Дмитрия Шарова. Но и ему не суждено было в оставшееся время отстоять на ноль. Огорчил Шарова на 57-й минуте Константин Лукин, поставивший в этом матче жирную точку. «Матч для нас складывался достаточно сложно. Мы пропустили первыми, проигрывали по ходу игры. Но в конце концов, те моменты, которые мы создавали, мы смогли реализовать и забили достаточно голов, чтобы были я. На равных, наверное, пол игры, да, играли правильно тогда. Создавали моменты, три выхода в ноль. Не реализуем, да. Хотя ввели один ноль, забей второй гол. Где-то будет полегче, да, но реализация у нас пока не на высшем уровне. Ну и третий период уже начинаем меньше и удаляемся втроем. Каждый матч мы играем втроем, да. Здесь немножко дисциплини, да, есть вопросы. И соперник уже реализовал преимущество. Но нам пришлось раскрываться, да. Один гол забили и тут же пропустили. Поэтому за третий период, да, ну, извиняемся перед болельщиками, да, за такой третий период, я думаю, сейчас проанализируют ребята, да, посмотрим наши ошибки. В следующий матч нужно уже выходить и с полной самоотдачей у Игоря Игоря. Для Алексея Медведева это интервью стало последним в качестве главного тренера «Бурана». В среду стало известно о расторжении контракта с ним, уже после четырех проведенных матчей. Исполняющим обязанности главного тренера ураганных был назначен Филипп Метлюк, который ранее возглавлял Нововоронежский протон в НМХЛ, а позже вошел в штаб Медведева. Дебют Метлюка в качестве наставника «Бурана» состоялся в матче с Рязанью ВДВ, которое имело на два балла больше ураганных и располагалось девятью строчками выше. Летом на предсезонном турнире в Тамбове пути команд уже пересекались. Ураганные лишь за две секунды до конца третьего периода сумели уйти от поражения, а на 64-й минуте и вовсе вырвали победу. Добился успеха «Буран» и в домашнем матче с Рязанью, но здесь уже счет оказался разгромным. На исходе пятой минуты воронежцы вышли вперед стараниями Александра Ремова, а следом упрочил боевой настрой хозяев льда Святослав Дорохов, возглавляющий в команде гонку снайперов. Гостям приходилось всеми силами обороняться, сдерживая ураганный напор, но все же на пятнадцатой минуте им удалось отыграть одну шайбу. В этот момент хозяева были в меньшинстве. За задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников попал Ремов. Последний ноль на табло закрыл Александр Лапин. Дальше рязанцы играли аккуратно, стараясь не спугнуть удачу. А вот воронежцев дисциплина по-прежнему подводила. В результате команда заработала в общей сложности шесть минут штрафа. Разлад в игре и нервные отрезки при действиях в меньшинстве. Много удалений очень было удалялись из-за этого. Соперник чуть перехватил инициативу, но ребята здорово выстояли и потом все стало на свои места. Уже пятая игра у нас в сезоне и пятая игра, которая с удалением. Мы начинаем с удалений и весь сезон, всю игру у нас удаление. Надо это справлять, с ребятами говорим. Но пока вот так. Скорее всего эмоции сегодня все хотели вроде и ногами шумели. Но бывает такое. Но ребята, которые играли в меньшинстве, ложились, ловили все шайбы на себя. Прямо молодцы. Для Филиппа Метлюка это был дебютный матч во взрослом хоккее в качестве главного тренера, что, конечно же, добавляло эмоций. Ну, волнение было, да. Это как-то так было все неожиданно и волнительно. Конечно, здесь ребята уже повзрослее, поопытнее и по мастеровите. Приятной работы. Подопечные дебют наставнику не испортили. Сразу после перерыва ураганные продолжили радовать заполненные трибуны заброшенными шайбами. Да, без удалений снова не обошлось, но не были идеальны и гости. Когда за задержку игры в штрафной бокс отправился Савелий Шерстнев, ураганные буквально заперли рязанцев в их зоне. И новичок команды Евгений Шакуров довел дело до взятия ворот. Ну, конечно, мы на всю игру настраивались, поэтому выстояли минусе хорошо, потом забили голы и довели матч на победу. Ну, сегодня у нас выходили все, кто есть. И ребята включились. Прониклись, что надо выходить и брать игру на себя, доказывать. То, что деваться некуда, надо играть, надо брать инициативу, бросать, забивать, лезть. Потому что они сегодня показали. В очередной раз поклонники «Бурана» рукоплескали хоккеистам на 38-й минуте после точного броска Святослава Дорохова. Для него этот гол стал уже четвертым в сезоне. У рязанцев игра совсем не шла, в отличие от воронежцев. В третьем периоде они отправили в ворота гостей еще две шайбы. Сначала отличился Егор Жданов, а спустя две минуты белорус Иван Секерин открыл счет своим голам за «Буран» и одновременно в российском чемпионате. Трудно, что-то комментировать. Игра, в которой у нас, в общем-то, не получилось ничего, которую мы не можем сегодня гордиться, записать в актив. Надо сделать выводы, разобраться и идти дальше. Ну, хотел бы сказать ребятам большое спасибо за такую хорошую игру, то, что они показали. Спасибо болельщикам и всем, кто поддерживал команду. И ребята с первых минут сразу начали играть и идти вперед, цепляться за эту шайбу. Хорошее движение было. Цеплялись за шайбу, отбирали. И много создавали опасных моментов, которые забиты шайбой. Добавим, что на следующий день после разгрома рязанцев Филипп Митлюк был назначен главным тренером «Бурана». Помогать ему, помимо Вячеслава Седова и Александра Буйницкого, будет Павел Воробьев. Он дважды чемпион России в составе Ярославского локомотива. Финалист Кубка Гагарина в составе хоккейного клуба МВД. Вместе с национальной командой серебряный призер чемпионата мира среди юниоров и обладатель Кубка Карелла. В 2000 году на драфте НХЛ был выбран клубом Чикаго Блэк Хоукс в первом раунде под общим 11 номером. В итоге Воробьев провел в НХЛ 57 матчей и набрал 25 очков. В качестве тренера он работал в Академии Михайлова и в Рязани ВДВ. От хоккея, конечно же, перейдем к футболу. Факел. 12 октября проведет товарищеский матч с торпеда БелАЗ. Как сообщила пресс-служба огнеопасных, игра эта станет символом дружбы двух народов. При этом часть вырученных средств от билетной программы будет направлена на благотворительность. Дата старта продажи билетов будет объявлена позднее паспорт болельщика. Для прохода на эту товарищескую игру не потребуется. Ну а на этой неделе Факел провел матч четвертого тура группового этапа Кубка страны. Огнеопасные в Самаре встречались с Акроном, ряды которого не так давно пополнил Артем Дзюба и, кстати, сразу же отметился голевой передачей. С тольяттинцами воронежцы в этом сезоне уже дважды играли ранее. На домашнем поле и оба раза гости побеждали. Факел. Перед поединком в Самаре Акрон занимал в квартете Д третье место, обыграв в конце августа «Зенит» в серии пенальти. Ну а после матча с воронежцами тольяттинцы поднялись на вторую позицию. А вот наши футболисты, по всей видимости, снова остаются без кубковой весны. Третий год подряд. Более чем предсказуемо тренеры команд по сравнению с играми восьмого тура в прошлые выходные полностью изменили стартовые составы. За факел в основе вышли Райан Синхаджи, Сергей Брызгалов, Игорь Калинин, Никита Моцпан, Андрей Ивлев, Лука Богателли, Михаил Щетинин, Николай Георгобиани, Абдулла Богомаев и Алексей Каштанов. В воротах с первых минут оказался Виталий Гудиев. В составе «Хозяев» отметим появление Максима Полиенко, автора победного мяча в прошлой встрече с факелом, а также дебют Дзюбы, который впервые оказался в старте Акрона. Воронежцы очень здорово начали игру в Самаре, что называется, за здравие. На четвертой минуте после розыгрыша углового Алексей Каштанов головой пробил по воротам, но до мяча дотянулся голкипер Акрона Сергей Волков. Михаил Щетинин был рядом, однако чуть-чуть ему не хватило, чтобы сыграть на добивании. А следом, уже после очередного стандарта, Михаил Сетки нанес удар по воротам из центра штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой. За спиной Волкова футбольный снаряд в итоге все равно побывал на десятой минуте, однако порадоваться толком этому взятию ворот огнеопасным не дали. Перапейкина зафиксировала положение вне игры, так что гол Никита Моцпана засчитан небо. Постепенно Акрону удалось отодвинуть игру от своих ворот, но во владениях Виталия Гудива по-настоящему острых моментов по-прежнему не возникало. Коллектив Заура Тедеева прибавил в активности свои атаки, он так или иначе строил через Артема Дзюбу, однако в завершающей стадии эффективность игры впереди оставалась нулевой. Я думаю, надо нам более точнее в последнее третье поле играть перед воротами, более увереннее и доводить дело до удара или до опасного, ну, какого-то продолжения. Зато под занавес первого тайма пожар снова вспыхнул в штрафной Акрона. После прострела от Игоря Калинина во Вратарскую мяч в перекладину срезал Николай Гергобиани. Активность Алексея Каштанова на добивании свели на нет защитники хозяев. Таким образом, стартовая половина матча завершилась без голов. Интересно, что статистика ударов в створ была на стороне Акрона 2-0, а вот по ударам впереди был факел 5-3. Да, владели мячом, могли забить гол, потом немного подустали, и в конце опять прибавили, должны были забивать, много не повезло. В втором тайме, надеемся, забить гол. Перед началом второго тайма Дмитрий Пятибратов провел двойную замену, бросив бой Владислава Мастернова и Раклек Виквискири у хозяев. Вместо боя на Димоске вышел Роберто Фернандес, дебютировав за красно-черных. На 50-й минуте одним нулем на табло все-таки стало меньше. Причем открыли счет футболисты из Тольятти. Кубулов, тоже один из самых активных игроков в составе Акрона. Триблен, Кубулов, Кубулов, 1-0. Я пойду и все сделаю сам. Вот так решил 14-й номер Владимир Кубулов. Сейчас ему не понадобилась даже голевая передача от Артема Дзюбе. Нормальный первый тайм провели. Были моменты со стандарта. Нужно было вначале забивать в конце первого тайма. Хороший момент, когда в Перекладину. В принципе, ничего не предвещало. Мы дали возможность молодым ребятам сегодня игровую практику получить. Это парни 2005, 2004, 2006 года рождения. Плюс были игроки, которые восстанавливались после повреждений. В принципе, все было нормально до того момента, когда мы пропустили мяч. Для меня этот момент непонятен, потому что игрок взял мяч, а обыграл полкоманды наши. Сейчас я хотел бы еще несколько раз посмотреть эпизод, чтобы очень быстро надо разобраться с этой ситуацией. Уже уступая в счете, факел усилился на поле. Того селей, деланным Мертенсом, они покинули скамейку запасных на 57-й минуте. Следом замены состоялись и в рядах хозяев. В том числе к игре подключился Сергей Грибов. И практически сразу же он отметился точным ударом. Кубулав, Кубулав бьет! И Грибов! Вот это наставление отдал Артем Дзюба! Сколько прошло с тех самых слов? Ну, одна минута! Некоторые футболисты впервые вышли играть между собой. Какое-то нужно было время для адаптации в таймах, в эпизодах. И в первом тайме, наверное, вот как раз-таки нам не хватило времени для того, чтобы потренироваться вместе этим составом хотя бы пару дней и отработать более, и скоординировать наши действия. И, может быть, мы избежали этих ошибок. Но хорошо, что футболисты быстро, скажем так, взяли себя в руки и вернулись в игру. И потом уже, на мой взгляд, у нас было ощутимое преимущество практически во всем. И это преимущество дало нам возможность забить один гол, потом второй гол. Что, собственно говоря, абсолютно логично вытекало из характера данной игры. И я считаю, что мы забить могли еще больше. На 64-й минуте Никита Моцман заставил снова подключиться к игре Сергея Волкова, но сверхопасным удар нашего футболиста не стал. Вратарь грамотно занял нужную позицию и забрал мяч. В середине второго тайма на замену вышел молодой воронежский полузащитник Кирилл Симонов, но ротация состава не помогла факелу организовать даже гол престижа. В концовке активнее были также хозяева поля. На 80-й минуте Арсений Дмитриев из-за пределов штрафной закручивал мяч в девятку в ворот факела, но Виталий Гудиев не позволил Акрону сделать счет 3-0. В действиях гостей можно выделить лишь удар Алексея Каштанова после навеса от Райана Синхаджи на 87-й минуте. Мяч пролетел выше в ворот. Для нашей команды это уже девятое поражение в нынешнем сезоне. Расстроило, конечно, то, что мы проиграли. Естественно, когда команда не забивает, и в ситуации, когда нужно забивать, нужно больше создавать и пропускать такие легкие мячи необязательно, конечно, расстройство есть. Но здесь другой момент, что есть позитив в плане того, что молодые игроки получают игровую практику против соперника, и это нас радует. Наверное, только вот это можно сегодня отметить. Ну, естественно, болельщики, которые ездят с нами во всей стране, и нас поддерживают. Им огромное спасибо от меня лично и от клуба. Пятый предпоследний матч в розыгрыше группового этапа Кубка России воронежские футболисты проведут 1 октября. В Казани факел сразится с Рубином в активе которого 6 очков. Напомним, ранее в домашние кубковые встречи с представителями столицы Татарстана «Огнеопасные» уступили со счетом 0-2. Ну а в премьер-лиге с Рубином наша команда сыграет в следующую пятницу, причем дома. Матч девятого тура стартует в 7 часов вечера. В таблице РПЛ казанцы замыкают первую восьмерку, набрав в восьми играх 10 очков. Это в два раза больше, чем факел. Ну а далее будем говорить о мастерах ручного мяча. Воронежские гандболисты заработали первые баллы в Суперлиге в прошлую субботу. Коллектив Владислава Колораша, как следует, потрепал нервы всем своим поклонникам в матче с краснодарским скифом. Наша команда была очень близка к победе, но упустила ее на последней секунде. Напомним, год назад в Кубке России пути воронежцев и краснодарцев пересеклись в четвертьфинале, где стороны обменялись домашними победами, но дальше прошли представители элитного дивизиона. Также Воронеж и Скиф играли нынешним летом на турнире в Буденовске, где со счетом 34-31 вверх взяли гандболисты из Краснодара. До реванша не хватило совсем немного. А уже в среду наши парни вышли на площадку в Ставрополе против Виктора. И снова матч получился очень напряженным. Хозяева на старте нынешнего сезона одержали три победы в трех матчах, в том числе обыграли чеховских медведей, но в четвертом туре Ставропольцы уступили в гостях ЦСКА. В прошлом сезоне Виктор замкнул первую пятерку Суперлиги, а летом на турнире в Буденовске он обыграл Воронеж со счетом 33-30 и в итоге стал обладателем Кубка Лаврова. И снова обошлось без реванша. Но такая ничья сродни победе. Впрочем, расскажем об этих двух играх по порядку. В субботу воронежцы гостили в Краснодаре. Со Скифом у них уже, можно сказать, давние счеты и, конечно, ехали на юг страны подопечные Владислава Клараша полные надежд одержать первую в сезоне победу. Напомним, ранее воронежцы в Москве уступили ЦСКА, а в Астрахани проиграли местному «Динамо» краснодарцы. В свою очередь в упорной борьбе победили «Динамо» с «Унгуль», но потом уступили чеховским «Медведям» и ЦСКА. То, что хозяева в матче с Воронежем с ролью фаворита не справляются, стало понятно практически сразу же. Евгений Грибков и Руфат Мухтаров к четвертой минуте сделали счет 2-0, а спустя еще 10 минут гости вели уже 7-4 к тому моменту. Заметим, наш вратарь Денис Палихов отметился четырьмя сейвами. Воронеже с перевесом 7 мячей, тогда это был неплохой урок. Плюс на турнире в Буденновске они демонстрировали хорошую игру, усилились, очень хорошие ребята из Беларуси подъехали, из Ирана, из Сербии. То есть с моей стороны никакой недооценки не было и вообще быть не могло. Естественно, глупо было рассчитывать, что такое начало загонит Скиф в тупик. Точные броски Артема Жука, Суан Вьетчана и Данила Гунина к 19-й минуте паритет восстановили 7-7. Однако в лидеры воронежцы краснодарцев очень не хотели отпускать. Артем Рабушко и Евгений Грибков оперативно вернули нашей команде пальму первенства, опять же, не без помощи надежных действий в рамке Палихова. За три минуты до конца первого тайма краснодарцы все же оказались впереди после броска Жука, но на перерыв лидерами ушли подопечные Владислава Калараша. 12-11. Точку в тайме поставил дубль Рабушко. Мы все-таки дебютанты, и изначально вот этот мандраж и желание всем все доказать больше скидывались на какую-то индивидуальность, а не получалось. В этой игре больше концентрации, больше командной игры, и в целом результат налицо. К сожалению, начало второго тайма лучше провели гандболисты Скифа за три минуты. Хозяева площадки поразили цель четыре раза, а в свои ворота пропустили всего один мяч. Счет стал 15-13. Многим показалось, что перелом в поединке произошел, но не тут-то было. Очередное спасение от Дениса Палихова, а следом голым Ильи Гольцова, Сергея Нестерова и Артема Рабушко вернули в Воронежу инициативу. На сороковой минуте Владислав Калараш взял второй в матче таймаут, хотя на тот момент его подопечные продолжали вести плюс один. Корректировки нужнее были краснодарцам. Как бы там ни было, команда все равно набирается опыта, только вышли и психологические определенные моменты есть. И над ними работаем. Сегодня разобрали, в принципе, мы все игры, естественно, разбираем, просто, скажем так, пружинка, она всегда сжимается, сжимается плотнее, плотнее. И там задания, которые были на игру, выполняются, скажем так, более четко уже. И на эту игру, ну просто ребята, все как по разбору, в принципе, сыграли так, как надо, ну просто не реализовали. Субботняя игра в Краснодаре неизменно держала в напряжении всех поклонников, как Воронежа, так и Скифа. От ревгостей к экватору второго тайма вырос до трех мячей 21-18. И пришлось теперь уже таймаут брать хозяевам. Общение с тренером не сильно помогло. На 54-й минуте наша команда заработала одновременно два удаления. Правила нарушили Мохсен Карамяны, Олег Кривенко, но в меньшинстве воронежцы не упустили инициативу из рук. За четыре минуты до сирены преимущество Воронежа составляло три мяча. 28-25. Блестящий отрезок выдал Илья Гольцов, трижды поразив цель. Я считаю, не справились с защитой команды Воронеж. Да, они прекрасно подготовились, разобрали наши действия. Плюс вратарь хорошо сыграл, да, что немаловажный фактор влияет в играх. В принципе, из этого, наверное, получился такой результат. Плюс наша игра в защите могла быть что-то лучше, да. Красная карточка Никиты Кашенкова, плюс много удалений. Сегодня Илья Гольцов много удалений заработал на себе, прекрасно сыграл. И все-таки победу наши гонболисты не удержали. Дальше трижды цифры на табло изменили местные спортсмены Тимофей Масленников Данил Гунин и Иван Осачий, а ведь в концовке в меньшинстве скиф оставил Денис Головнян. Удалением этим воронежцы особо не воспользовались. За 26 секунд до сирены Гольцов поразил цель и вернул Воронеж в лидеры. Но последнее слово в матче осталось за скифом, уже когда время истекло со штрафного. Руслан Дашко отправил таки мяч за спину Сергея Столярова. 29-29. Забрасываем. Вот это Дашко. Вот это Дашко. Вот это невероятно. В целом игра была наша, по ходу игры ее контролировали. Да, там были качели в середине игры, но в целом большую часть времени мы были впереди, игру контролировали. И вот опять же повторюсь, то что в концовке большинство надо было забивать и не доводить до этого броска в конце отдельно Дашко красавчик. Руслан бросил самый неудобный бросок в район ног, где-то в дырочку между стенкой, как его руками, ногами, между ног. Тяжело складываться. Поэтому нет, отчасти это везение, но, как говорит Савелий Шалбанов, если мяч в воротах, значит так должно было случиться. И это не везение, а работа. Соответственно, гол засчитали. Значит, все правильно сделали. Ничуть не уступил по накалу борьбы матчу в Краснодаре поединок в среду вечером. В Ставрополе наша команда отобрала один балл у Виктора, обладателя Кубка России 22-го года, дважды призера чемпионата страны. Тон встречи задал эффектный гол воздушкой Виталия Мазурова, а чуть позже его примеру последовал экс-игрок воронежской энергии Иван Некрасов. Конечно же, не думал затягивать. С результативными атаками и коллектив из столицы Черноземья. На исходе пятой минуты гости отыграли отставание в два мяча и сравняли счет. Дальше была классическая игра в догонялки. Впервые в лидерах подопечные Владислава Колораша оказались на десятой минуте после точного броска Алексея Полякова. Отметим, что он в прошлом выступал за Виктор, как и Олег Кривенко, а также Сергей Столяров. При этом не приехал в Ставрополь капитан Воронежа Никита Сибирев. Он получил повреждение в игре со Скифом и отправился из Краснодара в столицу Черноземья для прохождения медицинского обследования. Гонбалисты Воронежа и Ставрополя радовали всех поклонников ручного мяча яркой игрой при счете 9-8. В пользу гостей тренер-хозяев решил взять первый тайм-аут в этом поединке. Пауза не сбила с толку дебютантов Суперлиги. На 19-й минуте они оторвались от опытного противника на два мяча благодаря голам Дмитрия Фролова и Владимира Немцева. А еще три минуты спустя преимущество в Воронеже увеличилось до трех мячей. Дважды подряд цель поразил Фролов. Суперлиг очень хороший, очень хорошая команда. Много молодых ребят и, как я говорил ранее, у них сочетание молодых ребят и опытных игроков. И все они хорошо смотрятся и играют хорошо вместе в взаимодействии. Команда со всеми играет наравне практически, со всеми кусается. И мы были готовы к этому, но сегодня немножко не доработали. При счете 15-12 судьи удалили с площадки Мохсена Карамяна, чем Виктор. Сознанием дела воспользовался вплотную, приблизившись к сопернику. Ну а за 46 секунд до перерыва Иван Пасенов ликвидировал отставание своей команды, чем одновременно заставил Владислава Колораша впервые взять тайм-аут. К счастью, лидерами по итогам первых 30 минут матча остались все-таки представители столицы Черноземья. Точку в первом тайме поставил Владимир Немцев 17-16. При этом эффективность работы воронежских вратарей в первом тайме составила лишь 5% против 23% со стороны хозяев. Мы, наверное, с первых минут хотели завладеть инициативой, и получилось много сумбура, много сумбура в защите. Где-то моментами было хорошо, потом, когда вот эти 2-3 минуты, и мы проваливались, получали ненужные мячи, ну и так далее. То есть где-то система давала сбой. В равной и зрелищной борьбе соперники провели второй тайм. На 38-й минуте Воронеж вернул себе отрыв в три мяча, и снова Виктор был вынужден догонять амбициозных дебютантов элитного дивизиона. На 41-й минуте погоня эта увенчалась успехом. Сначала важнейший сейф уже седьмой в матче выдал Станислав Тритынко, следом Павел Максимов уложил мяч за спину Сергея Столярова, и тут же Радамир Врачевич вывел Виктор вперед 23-22. После таймаута Владислава Колорашем домашнюю публику порадовал точным броском Иван Харитонов, а в середине тайма хозяева довели отрыв до трех мячей, но перед этим еще двумя спасениями сорвал овации трибун Тритынко. Сергей Столяров, в свою очередь, в третий раз не позволил Ставропольцам реализовать выход один на один, оставив неудел Харитонова. Я думаю, мы сыграли неплохо, так как команда хорошего уровня постоянно борется за призыв России. Я думаю, мы сыграли даже хорошо сегодня. Могли и выиграть, просто в конце немного торопились с завершением атак, и немножко недотерпели, так сказать, до конца. Все понимали, закончиться эта игра может как угодно, прогнозно победителя, делать никто не решался. Сдаваться наши парни и не думали. На 53-й минуте после того, как Иван Некрасов угодил в штангу, Дмитрий Фролов восстановил паритет. 28-28 теперь уже Владимир Полетаев был вынужден взять таймаут. Но пауза не помогла Воронеж. Тут же вышел вперед благодаря голу Евгения Грибкова. Могли наши парни и развить свой успех по горячим следам, однако в атаке ошиблись и получили мяч в собственные ворота от Ивана Пасенова. За три с половиной минуты до сирены сейф Антона Заболоцкого стал залогом последующего гола Врачевича. Пальма первенства снова оказалась в руках Виктора. Следом Радамир реализовал выход один на один и сделал счет 31-29. Если кто-то в зале подумал, что победа у хозяев теперь уж точно в кармане, то он сильно ошибся семиметровый. Реализовал Владимир Немцев, потом выручил Сергея Столяров, и, наконец, все тот же Немцев за 12 секунд до конца матча спас Воронеж от поражения. Немцев! Владимир Немцев сравнивает счет 31-30. Афлетулин истерий бросает почта. ККМ снова в защитника мяч попадал. Да, вот это да! Воронеж вернулся в игру и заработал в этом матче ничьё. 31-30. Виктор Воронеж. Ну, это фантастика. Я не знаю даже, как сказать, чего не хватило. Ну, наверное, где-то мы поспешили в нападении и где-то не отстояли в защите. Были какие-то моменты, которые мы сами себе испортили. Но, в общем и целом, я рад, что мы хорошо, в принципе, сыграли. Ничья не проиграли. Да, конечно, хотелось бы победы. Вся команда играла хорошо и отдавала полностью себя на площадке. И как это может не радовать, просто совсем чуть-чуть нам чего-то не хватило, чтобы сегодня порадовать болельщиков победы. Ну, хорошо, конечно, что они проиграли и ничья на табло. Могли проиграть. Могли проиграть. И спасибо команде, доборолось. То есть, паники никакой не было. Доиграли. Молодцы. Матч следующего тура воронежские гандболисты проведут в гостях у легендарных чеховских медведей, в активе которых 21 титул чемпионов страны и 11 титулов обладателей Кубка России. Отметим, что поединком с подмосковным коллективом наша команда завершит серию из пяти выездных встреч, а после, наконец-то, сыграет на домашней площадке 28 сентября против СГАУ Саратов, который уже имеет в своем активе три победы, в том числе над ЦСКА, действующим чемпионом России. Это марафон. Мы продолжаем подводить спортивные итоги минувшей недели в Анапе. Состоялся чемпионат России по лапте. Сборная Воронежской области заняла итоговое третье место. Наши спортсмены уверенно прошли групповой этап, обыграв команды Белгородской, Челябинской, Курской и Тюменской областей. В полуфинале воронежцы сразились с командой Московской области, которая стала уверенным лидером своей подгруппы. И, к сожалению, путевку в золотой матч завоевал именно подмосковный коллектив. Полуфинальная встреча завершилась со счетом 45-41. Команда Московской области стала в итоге серебряным призером разгромно, уступив в решающем матче о мячам 24-62. А вот воронежцы точку на чемпионате страны поставили победную в поединке за бронзу. Наши спортсмены со счетом 57-39 обыграли. Далее к единоборствам воронежские ушуисты в составе сборной России успешно выступили на 19-м международном турнире в Гонконге. Эти соревнования собрали спортсменов из 27 стран. Представители столицы Черноземья завоевали большой кубок турнира за первое место в групповых выступлениях. Также воронежцы выиграли немало наград в личных соревнованиях в Таулу. Трехкратной чемпионкой из Гонконга вернулась Елена Шаруда. По два золота и по одному серебру выиграли на турнире Екатерина Романова, Владислав Савченко, Алексей Гузев и Алексей Белов. Наконец, полный комплект наград собрал Сергей Попов. Среди ветеранов отличились в Гонконге Галина Мамонтова и Ольга Набокина. Первая завоевала три золота, вторая – два золота и одно серебро. В Краснодаре прошли международные соревнования по самбо. Первый этап серии Гран-при. На главном борцовском ковре Кубани встретились почти 60 спортсменов из России, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В боевом самбо в весовой категории до 79 килограммов чемпионом стал Воронежец Аванес Абгарян. В финале он сразился с чемпионом мира из Дагестана Загидом Гайдаровым. Никому из соперников по ходу этого поединка не удалось заработать ни одного балла. Причем завершилась схватка досрочно. На старте четвертой минуты Загид из-за травмы был вынужден отказаться от продолжения борьбы за золото. Третьим в этой категории стал еще один россиянин Илья Санюк. Именно его Аванес победил в полуфинале. Тем временем в Туле состоялся Кубок России по восточному боевому единоборству в дисциплине Сеотокан. В личном турнире на пьедестале оказалось два представителя нашего региона. Чемпионом стал Константин Кириаков. Он провел на пути к решающему поединку четыре боя. В том числе в полуфинале нанес поражение другу по команде Сергею Гудкову, который в итоге стал бронзовым призером. В решающей встрече в Воронеже противостоял Константин Катанаев из Московской области. Он первым забрал в Азаре, но затем Кириаков перехватил инициативу и одержал досрочную победу. А вот в командном кумите второй год подряд обладателями Кубка России по Сеотокан стали представители столицы Черноземья. Константин Кириаков, Константин Куземин, Сергей Гудков и Сергей Стрельников. В полуфинале наши каратисты расправились с хозяевами соревнований, а в финале победили Пермяков. Ну а дальше возвращаемся к соревнованиям в Воронеже. Спорткомплекс «Олимпик» на три дня принял участников чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивному ориентированию в нескольких возрастных группах. Всего за медали боролось полтысячи человек. Сначала они соревновались в дисциплине кросс-выбор, затем в кросс-классике и, наконец, в кросс-лонге с общего старта. Естественно, спортсмены Воронежской области на домашнем турнире считались главными фаворитами, и без медалей они не остались. Все подробности у Ольги Шаповаловой. С раннего утра в минувшее воскресенье на стадионе «Олимпик» царила атмосфера праздника. Там и тут разминались и фотографировались красиво одетые спортсмены, которые приехали побороться за медали чемпионата и первенства Центрального федерального округа по ориентированию. А по-летнему теплая сентябрьская погода только добавляла отличного настроения всем участникам соревнований. Их собралось в столице Черноземья порядка 500 человек из 11 регионов. Так ушли на дистанцию спортсмены категории «Элита», то есть самые сильные в округе. Ориентировщики соревновались в заключительный день турнира в дисциплине кросс-лонг с общего старта, то есть бежали длинную дистанцию. Территория «Олимпика» хорошо знакома воронежским спортсменам, которые здесь часто тренируются, но организаторы постарались даже их удивить. На самом деле, да, мы проводим на «Олимпике» много соревнований, в том числе массовые соревнования наши российские азимуты, и многие регионы в нем присутствуют. В этом году, вы знаете, у нас была центральная площадка российского азимута, приезжали и белогородские, и тамбовские спортсмены участвовали. Но мы немного схитили, мы их сегодня увели чуть подальше этих районов, которые использовали до этого, туда, у нас склон к водохранилищу, и они в основном дистанции проходили там, где, ну, редко бегают. Поэтому им было, наверное, всем сегодня сложно там. Ну, сюрпризов особо не было, да, местность достаточно знакомая, плюс еще лес, сейчас уже наступила осень, листва немножко опала, лес достаточно пробегаемый, видимость хорошая, поэтому каких-то проблем не возникло у меня с прохождением дистанции. Трудности в дистанции не возникали, потому что здесь много ориентиров, много тропинок, городская черта. Только, ну, параметры дистанции 10 километров, приличная дистанция, бегали больше часа, погода жаркая все-таки еще для сентября. А так все замечательно, хорошая организация, все понравилось. Дарья Борисова приехала в Воронеж со своими воспитанниками из Шибеки на Белгородской области. В связи с обстановкой в приграничном районе, готовиться к стартам дома им сейчас довольно сложно. Но все же, несмотря на это, Дарье удалось финишировать первой. Чуть более 9 километров она пробежала за 1 час 6 минут и 56 секунд, опередив пришедшую к финишу второй воронежскую спортсменку Анну Державину почти на 2 минуты. Если честно, наверное, это еще с прошлых лет у нас опыт остается. Сейчас тренируемся без карт, только выезды, какие-то сборы. Дома все леса закрыты, нельзя выходить. Делаем только общую физическую подготовку. Кроссы бегаем, занимаемся мышцами кора, ноги качаем. Вот такие пока тренировки. А с картами работаем только на сборах. Железноводск, Кисловодск, на соревнованиях в соседние регионы, Воронеж, Тамбов. Пока так. К тому же была в призах Борисова и в первые дни соревнований. Сначала она победила в дисциплине кросс-выбор, а потом замкнула тройку призеров в классическом кроссе. В предыдущие два дня местность колоссально отличалась. Это был сосновый лес, под лесок дуба. Все было ровно, без рельефа. Сложности физически не возникало, но было сложно с ориентированием. Нужно работать с компасом. Детям очень сложно это дается. Нужно всегда быть сконцентрированным каждую секунду. А в целом все понравилось. Карты хорошие. Все совпадало. Блеснула в первые дни соревнований и молодая воронежская спортсменка Валерия Вильденберг, которая выступала среди девушек до 18 лет. В дисциплине кросс-выбор она прошла 23 контрольных пункта за 42 минуты 53 секунды, уверенно опередив подругу по команде Дарью Кудинову более чем на минуту. В первый день у нас была дисциплина кросс-выбор, когда участник самостоятельно соединяет все свои контрольные пункты, которые хочет взять данного определенного количества этих пунктов, сколько им надо найти в каждой возрастной группе их. Ну, разное количество. И они вот самостоятельно проходят дистанцию, выбирая себе свой самый интересный маршрут. В первый день была довольно интересная карта. В плане планировки вообще постановки пунктов было много выбора вариантов разных. Но я решила откинуть 8 пунктов в болоте и взять основную часть дистанции по Белому лесу, что помогло мне развить довольно большую скорость. Хотя после дистанции я уже думала, что лучше бы взяла пару пунктов по болоту, чтобы улучшить свой результат. Ну, а так, в принципе, все прошло, как и планировалось. Ошибок сильных не было. Можно было чуть-чуть отработать быстрее по скорости, но, в принципе, я довольна. Продолжила побеждать Валерия и во второй день турнира. Правда, здесь финишировать на первом месте оказалось сложнее. Классический кросс с протяженностью чуть более 5 километров, с 20 контрольными пунктами, девушка пробежала за 35 минут и 36 секунд. Оставшая второй, Дарья Кононова из Орловской области, отстала от нашей спортсменки всего на 5 секунд. Вчера мы работали, у меня сопал рассел с некоторыми девочками, тоже иногда пересекались на дистанции с кем-то, работали вместе, но в основном ориентирование старалась держать сама. И в конце уже непосредственно с Дашей Кононовой мы разыгрывали финиш. После золотого дубля Вильденберг совсем не расслаблялась, а наоборот. В третий день соревнований она собралась и завоевала еще одно золото на длинной дистанции. Девушкам предстояло преодолеть 8 километров 600 метров. И на это у Валерии ушло 1 час 9 минут и 50 секунд. Ставшая второй Дарья Кудинова уступила Валерии более двух минут. Ну, конечно, хотелось завоевать третью медаль, но особо сильно старалась не мечтать об этом, а больше планировала хорошо отработать и уже, если хорошо отработаю, заберу свое третье золото. В принципе, я довольна сегодня. Опять сегодня работала одна, никого не видела, но, думаю, все хорошо получилось. А это обсуждает пройденную дистанцию еще один триумфатор турнира – воронежец Иван Пателицын, выступавший в группе «Элита». Спортивным ориентированием Иван занимается уже 20 лет. В свое время он оказался в первом наборе Александра Малыгина, ныне главного тренера Воронежской области по ориентированию. И с тех пор Пателицын не расстается с этим видом спорта. Во-первых, это природа, постоянно разные места, локации, то есть мы изъездили за это время всю Россию, посмотрел много мест красивых. Плюс еще всегда что-то новое, всегда новая дистанция, новые эмоции. К третьему дню домашнего чемпионата округа в кармане Пателицына уже лежали две награды – золотая и серебряная. В первый день, в принципе, был тоже достаточно интересный выбор, было много пунктов, нужно было выбрать самый продуктивный вариант. В принципе, я с этим справился, немножко концовку ошибся на одном КП и из-за этого уступил первое место и вот стал вторым. Ну, в принципе, я результатом доволен. Во второй день я выиграл с преимуществом, ну и сегодня тоже, в принципе, выиграл. В заключительный день соревнований Пателицыну предстояло преодолеть почти 11 километров, отметившись при этом на 21-м контрольном пункте. Иван с поставленной задачей справился прекрасно, затратив на прохождение дистанции 1 час 8 минут и 25 секунд. Завоевавший серебро Макар Козлов, так же, как и Пателицын, представляющий 18-ю спортивную школу, уступил победителю почти минуту. В сегодняшний день тоже достаточно интересный, много вариантов, потому что это кросс, длинная дисциплина. И здесь важным компонентом является как раз-то выбор варианта пути движения. То есть были варианты по тропам, были варианты прямо, по дорогам. Иван признался, среди всего многообразия вариантов он выбрал самый выигрышный и стал первым. Впрочем, радость победы в этот день с ним разделили многие ориентировщики, в том числе и начинающие. Ведь параллельно с чемпионатом и первенством округа проводились областные старты для юных спортсменов. Они не только боролись за медали, но и с восхищением смотрели на тех спортсменов, на которых им надо равняться. И в завершении мы вместе с вами на несколько минут перенесемся в спорткомплекс Гран-при. Он в очередной раз оказался в центре внимания всех поклонников скалолазния. Уже традиционно в нашем городе собрались юные мастера этого вида спорта. Хотя многие из них и лидерам взрослой сборной страны уже составляют достойную конкуренцию. Ожидаемо на этих соревнованиях спортсмены продемонстрировали очень высокие результаты. Минус только один. Воронежцы на домашнем турнире остались без наград. Ближе всех к пьедесталу расположился Андрей Чурилов. Но самое обидное четвертое место. Как это было в специальном репортаже марафона. Осеннюю часть сезона национального календаря скалолазов открыли в Воронеже. Спортсмены нескольких возрастных групп в младшей категории соревновались дети 14-15 лет. В старшей юниоры 18-19, которые уже блистают и на взрослых стартах. Главным событием форума в Воронеже стало первенство России в двоеборье. Но и скоростников страной не обошли. Они выступили, если хотите, на разогреве. И в очередной раз наш эталон подтвердил статус одного из самых быстрых в стране. К сожалению, в центре Гран-при собрались далеко не все сильнейшие скоростники страны в этом возрасте. Например, не приехал в Воронеж обладатель молодежного рекорда России Кирилл Колдомов. Зато увидели мы на турнире действующую рекордсменку страны среди девушек Евгению Лысенко из Тюменской области. Она вице-чемпионка страны как среди взрослых, так и среди юниоров. В Воронеже Евгения показала не лучшее свое время. Зато в финале взяла у Лилии Гуськовой из Пензенской области реванш за поражение в золотой дуэли на первенстве России. Результат Евгении – 7,813 секунды. Ну, не было цели показать какие-то супербыстрые времена, потому что сезон был очень долгим, я уже подустала. Ну, надо было просто стабильно, ровно пробежать забеги, и я это сделала. Конечно, медаль хотелось, рассчитывала, но акцент был сделан именно на чистоту забегов. Самой быстрой среди девушек на соревнованиях в Воронеже стала 15-летняя Милана Мельниченко из Свердловской области уже в квалификации. Она разменяла 8 секунд, а в 1,8 финала побила рекорд Пулысенко, пробежав по 15-метровой вертикальной трассе за 7,461 секунды. Радости Миланы не было предела. Впрочем, вся основная борьба у юной спортсменки была еще впереди, и в следующем же круге она побила теперь уже свой собственный рекорд страны. Эталон в центре Гран-при Милана преодолела за 7,411 секунды. Казалось, победить в этот день Милану будет не по силам никому, но соперницам успехи Мельниченко только добавляли спортивной злости. Соперница очень сильная, мы с ней очень долгое время конкурируем между собой, и вот наконец-то удалось выиграть. Я рада. Да, домой Милана Мельниченко отправилась в статусе новой рекордсменки страны, но без золотой медали. В финале спортсменка из Свердловской области ошиблась и пропустила на верхнюю ступень пьедестала Лейлу Бруссаванскую из Тюмени. Она в финале была очень хороша, пробежав за 7,468 секунды. Как говорится, надеюсь на лучшее, готовься к худшему. Это лучший настрой, я считаю. Показала практически рекорд России, это хороший результат. Среди юниорок победила Алина Иваненко из Красноярска. У юниоров золото выиграл Александр Касимов из Тюмени, а вот среди юношей 16-17 лет в медалях оказались братья из Санкт-Петербурга. Алексей Струк стал чемпионом, Михаил Струк замкнул тройку призеров. Интересно, что также вдвоем близнецы в январе поднялись в нашем городе на пьедестал рождественского турнира. Алексей тогда выиграл серебро, Михаил бронзу. Чуть-чуть не хватило, да, до того, чтобы мы с ним бежали вместе. Но вообще часто мы с ним бегаем и на первенстве Санкт-Петербурга, и на России тоже часто бегаем с ним. Мы всегда безумно радуемся за победу друг друга и всегда поддерживаем. Михаил приехал в Воронеж в статусе сильнейшего в стране в своем возрасте. Он уверенно шел к финалу, где планировал, конечно же, сразиться за золотом с братом. Но за шаг до чемпионской дуэли уступил Александру Михайлову. Потом был забег за бронзу, и здесь уже Михаил показал класс 6 и 261 тысячная секунды. А вот Алексей в Воронеже 6 секунд разменял в полуфинале 5,969 тысячных. В финале он оказался чуть медленнее, но все равно с большим отрывом выиграл золото. Ну, в целом я знал, что я намного быстрее многих, но не ожидал на самом деле такой стабильности в целом от себя. Потому что давно такого не было, потому что я и в призы попадал, и тем более чемпионом становился. Я как бы очень счастлив. К сожалению, совсем без наград в скорости остались хозяева соревнований. Хотя в финальную часть турнира пробилось немало воронежцев. До четвертьфинала добралась, например, Виктория Шумейко. Но уступила она там будущей чемпионке. В этом забеге наша спортсменка даже пораниться успела. Начало мне понравилось. Я постаралась навязать борьбу, как мне и посоветовал тренер, сказал. Мне это понравилось, что у меня получилось. Дальше я чуть-чуть плохо ушла с третьей зацепки. От этого меня немножко откинуло назад. И пришлось там дальше идет в середине лесенка. Как мне потом сказали, у меня остановилось. И пришлось ее просто, так сказать, с нуля лезть и без разбежки, без всего. Конец. Там просто уже добегала. Параллельно я еще где-то в середине коленкой вписалась. Было неприятно. Из-за этого еще тоже остановилась. Также мне сумел преодолеть барьер четвертьфинала и Андрей Чурилов. Он проиграл Александру Михайлову. Но не будем забывать, скорость в жизни Андрея далеко не на первом месте. Он готовился побороться за награды в двоеборье. Вообще целей я никаких не ставил на скорость, потому что это мой не основной вид. Я его тренирую раз в неделю, если у меня вообще получается его тренировать раз в неделю. Ну, сейчас, который результат я показал, я считаю достаточно хорошим. Я, в принципе, доволен. Поставил новый рекорд свой личный. Ну, в принципе, хорошо. Первенство России в двоеборье проводилось в третий раз для спортсменов 16-17, 18-19 лет, а для скалолазов 14-15 это был лишь второй национальный старт. Напомним, в двоеборье участникам соревнований в течение одного дня необходимо было сначала продемонстрировать свое мастерство на четырех разностилевых булдеринговых маршрутах высотой до пяти метров, а после небольшой паузы вылезти как можно выше на трассе высотой 18 метров на выносливость. Из Воронежца в финал первенства страны пробилось только два человека. В младшей категории София Иоффе стала шестою в квалификации, ну а в борьбе за награду оказалась девятой. Зато все шансы на медаль имел Андрей Чурилов среди юношей 16-17 лет. Он пробился в решающий этап первенства с третьим результатом, отстав от второго места лишь на 0,6 балла. Однако в финале в своем любимом булдеринге Андрей не смог добраться до топа ни на одной из четырех трасс и по максимуму осложнил себе борьбу за медаль. Первые две трассы вообще мне не понравились. Ну первое, я думаю, не знаю, насколько она возможна вообще, мне она показалась невозможной. И то, что никто не возьмет финиш, это было понятно сразу мне, когда я вышел. Вот, вторая трасса, она больше не моя, она такая силовая прям очень сильная на пальце, а у нее пальцы, ну, средничок. Вот, третья, четвертая, ну я просто затупил, ошибся там, не получилось. Уже после булдеринга отставание Чурилова от тройки лидеров превышало 50 баллов. Отыграть его на трассе трудности, конечно, можно было, но скорее в теории. На практике Андрей так и остался четвертым. Хотя выступил он во втором виде достойно. Склолаз сумел собраться после неудач в булдеринге, что говорит о его по-настоящему спортивном характере. Вообще, наоборот, я был заряжен на трудность, думал, как-то отыграться попробовать, но особо не получилось. Трасса очень-очень сложная. Конечно, ну, Мясницын и Михаил, он просто мощь, сказать, я не смог. Соперники у Чурилова, кстати, были очень серьезные. Во-первых, это петербуржец Михаил Мясницын и Севастьян Лунев из Краснодарского края, обладатели двух первых мест прошлогоднего юниорского чемпионата страны в двоеборье в категории 14-15 лет. К тому же приехал в Воронеж Алексей Блем из Красноярского края, вице-чемпион турнира образца 23-го года в категории 16-17 лет. В квалификации Блем был только седьмым, зато в финале после Болдеринга взлетел на вершину промежуточной турнирной таблицы. Впрочем, трудность опустила его на итоговое третье место, а первым стал Мясницын, взяв реванш у Лунева за поражение на прошлогоднем первенстве. Ну, я думаю, что достаточно нормально я выступил. Конечно, можно лучше. Форма по трудностям я сейчас не очень, потому что все-таки подготовка к следующим стартам, к чемпионату взрослому. Сейчас промежутки тренировок, ну, в тренировочном периоде, поэтому форма не очень. По итогам финальных соревнований в Болдеринге Михаил опережал Севастьяна всего на 0,3 балла. Зато в трудности петербуржец заметно превзошел всех своих соперников, хотя воронежский складром Мясницыну совсем не по душе. Мне намного больше нравится обычный соревновательный профиль, как в Москве, как в Перми, как в Тюмени. Это куда приятнее, когда есть просто нависание и положительная часть. Все, без вот этих углов, всяких вот этих штучек, это сложно. Кстати, именно Михаил на этой трассе залез выше всех. Даже участники юниорского турнира сорвались ниже. Дело в том, что для двух категорий были приготовлены абсолютно одинаковые испытания. Среди юниоров золото выиграл еще один представитель Санкт-Петербурга Леонтий Бабков. Год назад он пропустил на верхнюю ступень пьедестала земляка Владислава Шуневича. Теперь же достойных конкурентов у Леонтия не нашлось. Его отрыв в итоге составил сразу 120 баллов. Например, только Бабков в Болдеринге покорил три трассы. Для сравнения еще один петербуржец Михаил Архипов, ставший вторым, ограничился лишь одним топом. Отметим, что именно в северную столицу уехали все четыре золота первенства России в двоеборье в старших категориях. Среди девушек 16-17 лет победила Дина Симонкина, реабилитировавшись за не самые высокие результаты на предыдущих стартах. Ну, это были взрослые старты, понятно, там намного жестче уровень, трасса намного сложнее. Я не была готова физически. Первая неудача была за счет того, что был очень большой длинный соревновательный сезон. Было очень много соревнований подряд, и поэтому я устала. Ну, то есть я просто это понимала, поэтому ехала как бы, ну и знала, что скорее всего не получится получить желанный результат. А второе соревнование, там удача же тоже очень важна. Она была на тех стартах не на моей стороне. Я это понимала, просто анализ, да, понятно, обидно всегда. Но главное, что соревнования – это лишь часть пути, заветные цели. Поэтому как бы просто переживать, делать выводы и идти дальше. В квалификации Дина стала второй, уступив больше 10 баллов москвичке Екатерине Краморовой. В финале после болдеринга Симонькина располагалась на третьей строчке. Правда, ее отставание от соперниц было небольшим. Дин, а также Дарья Акулова и Снежана Ермолик отметились двумя топами. Но в трудности Симонькина выступила гораздо лучше своих главных соперниц в борьбе за золото. И таким образом вышла в лидеры общего зачета. Акулова и Ермолика остались вообще без наград. Трасса мне изначально понравилась. То есть она довольно силовая, но при этом там можно выложиться. И вот на трудности, наверное, когда я вылезла за перегиб, я понимала, что я уже довольно высоко. И в болдеринге у меня хороший результат. Я предполагала, что я уже первая, но этого было недостаточно. Хотелось быть полностью уверенной, и поэтому я лезла докуда могла. Отметим, что соревнования у девушек продолжались гораздо дольше, чем у юношей. Хотя стартовали в одно и то же время. Но у парней трасса трудности была, очевидно, посложнее. В итоге последняя участница первенства России оказалась на скалодроме в начале седьмого, спустя четыре часа после старта финального раунда. И все это время петербурженка Ксения Чернега была в зоне изоляции, сохраняя бодрость духа. Ну, мы проводили в своем городе такие тренировки аналогичные, то есть болгар плюс трудность. И поэтому для нас это уже более-менее привычная обстановка. Вот. И так запасаемся едой, водой, книжками. И вот. Время летит быстро. Были старты, на которых я пригорала, но, думаю, я просто опыта набралась. И более-менее поддерживаю себя в своем форме в плане эмоций. Ксения Чернега год назад на первенстве России в двоеборье заняла второе место. Хотя ей уже привычнее бороться за золото взрослых соревнований. Но и на турнире в Воронеже она была максимально мотивирована. В этот раз не хватило Насте Зайковой. Вот. Мы обычно с ней соревнуемся по большей мере. Вот. Но в целом были конкурентки, которые могли побороться со мной. Поэтому было все равно интересно. Вот. Общались в зоне, поэтому все равно интерес какой-то был. Ксения практически сразу же избавилась от интриги в соревнованиях юниорок в болдеринге. Она что в квалификации, что в финале справилась со всеми трассами. Никому из соперниц предмонстрировать стопроцентный результат не удалось. Ну а в трудности Чернега хоть и не стала лучшей, но золото двоеборье, конечно же, никому не отдало. А выше всех на Воронежском скалодроме оказалась Алиса Валеева из Татарстана. Но предпоследнее место в болдеринге позволило ей завоевать только серебро. Отставание от Чернеги составило в итоге 51 балл к золоту. Первенство страны в трудности и болдеринге Ксения наконец-то добавила медаль высшей пробы. Теперь еще и в двоеборье. Все в плюс, наверное. Этот старт, наверное, наиболее удачный. Я проработала, наверное, все аспекты, которые были до этого неудачные. Поэтому я с тобой довольна, ну, наверное, на 100%. Это вот единственный раз, наверное, когда вот так случилось. Сильнейшие спортсмены страны в воскресенье попрощались с воронежскими скалодромами до следующего года. В новом сезоне наш город снова примет несколько представительных национальных турниров. В январе подрастающее поколение скалолазов сможет проявить себя на уже традиционных рождественских соревнованиях. В мае в гран-при будут разыграны медали взрослого, чемпионат России в трудности, а также всероссийских турниров скорости и болдеринга. Наконец, осенью в Воронеже состоятся юношеские соревнования во всех трех дисциплинах. Все самые свежие новости воронежского спорта на сайте tv-fizgubernia.ru и, конечно же, в нашем марафоне. Оставайтесь с нами и всегда будете в курсе всех последних событий, ведь мы знаем о спорте все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok